Жила-была девочка. Как её звали? Кто звал, тот и знал. А вы не знаете, сколько ей было лет, сколько зим, сколько лет? Сорока ещё нет, а всего четыре года. И был у неё, кто у неё был? Серый, усатый, весь полосатый. Кто это такой? Котёнок. Стала девочка котёнка спать укладывать. Вот тебе под спинку мягкую перинку, сверху на перинку чистую простынку. Вот тебе под ушки белые подушки, одеяльце на пуху, а простынь, а платочек наверху. Уложила котёнка и сама пошла ужинать. Приходит назад. Что такое? Хвостик на подушке. На простынке ушки. Разве так спят? Перевернула она котёнка и уложила, как надо. Под спинку перинку, на перинку простынку, под ушки подушки. А сама пошла ужинать. Приходит опять. Что такое? Ни перинки, ни простынки, ни подушки не видать. А усатый, полосатый, перебрался я под кровать. Разве так спят? Вот какой глупый котёнок. Захотела девочка котёнка выкупать. Принесла кусочек мыла. И мочалку раздобыла. И водицы из котла чайной чашки принесла. Не хотел котёнок мыться. А прокинул он корыться. И в углу за сундуком моет лапу языком. Вот какой глупый котёнок. Захотела девочка котёнка научить говорить. Котёнок, скажи мя-чик. Он говорит мяу. Скажи лошадь. Он говорит мяу. Скажи электричество. Он говорит мяу-мяу. Всё мяу да мяу. Вот какой глупый котёнок. Стала девочка котёнка кормить. Принесла овсяной каши. Отвернулся он от чашки. Принесла ему редиску. Отвернулся он от миски. От миски принесла кусочек сала. Говорит котёнок. Мало. Не было в доме мышей. А было много карандашей. И лежали они на столе у папы. И попали прямо котёнку в лапы. Как помчался он в припрыжку. Карандаш поймал как мышку. И давал его катать. Из-под штула под кровать. От стола до табурета. От комода до буфета. Подтолкнул и цап-царап. А потом загнал под шкаф. Ждёт на коврике у шкафа. Притаился чуть дыша. Коротка кошачья лапа. Не достать карандаша. Вот какой глупый котёнок.